Всем привет! В этом материале я вам расскажу, как можно проверить качество меда в домашних условиях, простыми, доступными каждыми методами. Сам я пчеловод-любитель. С небольшим стажем для пчеловода 12 лет. Если точнее сказать, то, конечно, зима 12, потому что зима это самая ответственная пора для пчеловода. Небольшое такое вступление для начала. Для чего это дело надо? Если в то время, когда у нас был Советский Союз, этим делом не слишком увлекались, потому что мед был очень качественный, никто почти его не бодяжил. Но когда пошла эта перестройка, значит здесь очень много появилось коммерсантов и к нам на пасеку. Также они приезжали, которые просто покупают мед, а потом бодяжат его где-то в 10-кратном размере. Особенно в наше время, если посмотреть телевизор, так делается подделок продуктов, мяса, котлеты, а особенно лекарства. Ну, как вы знаете, с телевизора или лекарства, значит, процентов 60 это все подделка. Вот примерно в таком соотношении сейчас подделка и мед идет. Для чего это надо? Для того, чтобы вы сами были спокойны. Если этот мед принесет вам пользу, вы будете знать, что этот мед натуральный. Итак, приступим. Для этого, значит, существуют некоторые методы, которые я вам покажу. Простыми методами может провести любой гражданин, господин или пан. Вот. Имеются атрибуты у каждого в аптечке и на кухне. Итак, приступим. Начинаем с чего, значит. Ну, вот у меня имеется банком мед. Это уже начатое банком меда. Мы вот это его кушаем. Вот перво-наперво, значит, вот по этому меду давайте, значит, посмотрим. Вот сейчас у нас 4 ноября. Вот он должен быть вот такой. То есть он должен быть густой. Фильм его смотрел, но называют его «Засохрился». Значит, это очень неправильное выражение. Натуральный мед. Он никогда не сохрится. Есть выражение «Кристаллизуется». Ложечкой его даже возьмем. Попробуем. Он, видите, какой густой. Вот такое состояние, значит, он приобретает. Примерно через полтора-два месяца. К Новому году он уже должен быть вообще густой-густой такой мед. Если подделка, то вот такого состояния, значит, он не приобретет. Он или расслоится у вас, или будет жидким. Если жидкий, то, значит, там уже набодяжено. Далее. Это просто для начала, как говорится, визуально. Мы, значит, посмотрели. Вот такой он должен быть мед, если у нас хранится. Очень боится влаги. Баночка должна быть сухая, в которую вы заливаете, значит, мед. Крышечкой его накрыть плотненько, крышечку протереть, вот, чтобы не было влаги. С влагой, когда он соединяется, значит, он может забродить. Вы получите сверху медовуху. Сверху будет пена, как брага. Всем известно, конечно, мед бывает разных сортов. Так как челы нектар приносят не с теплицы, то есть они не в закрытом помещении, можно так выразиться. Если бы они были в теплице, крышечка, там подсолнух один, к примеру, был у нас, рос очень много-много, то они собирали бы один только подсолнух. Он был бы подсолнечный. А так как у нас вон они не находятся пчелы на открытом местности, то они собирают нектар со всех-всех цветков, которые окружают эту пасеку. Цветет из порцета ледоник. Вот они оттуда берут и, конечно, берут с поля. Вот, то есть никогда чистого меда не бывает. Весенний и летний, когда буйное цветение у нас идет, значит, там разнотравье очень такое буйное, там мед совершенно такой мягенький, 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 как масло. То есть у него никаких там ни вкраплений, ничего нету. Он более светлый, более желтеет цвет. Пчелы приносят его с подсолнуха в основном. У него кристаллы более такие грубые. А так как у нас природа почти во всех одинаковая, то, в принципе, значит, качество меда и состав его почти везде одинаковые. Итак, приступим к дальнейшей проверке. Мед, видите, густой. Вот на запах, он вообще-то никакого запаха, в принципе, при такой температуре не издает. Для того, чтобы почувствовать аромат и кто любит жидкий мед, этот мед можно растопить. Водяная баня к температуре не более 45 градусов. Более 45 градусов, значит, убиваются у нее полезные вещества. Значит, это надо помнить. Моя жена, например, чайника кипяток наливает и сразу дает ложку меда. Сколько я не говорю, по барабану все. Киперка самая простая, вторая. Значит, берем обыкновенный мед. Значит, мед качественный должен впитываться в тело. Намазываю. В принципе, его нет. Ясно, он немножко липкий, потому что, кажется, мед. Но никаких этих самых, нет здесь ни бубрышек, ни слоев, ничего. Вот он полностью впитался в тело. Если бы был он водяной или еще какой-то с какими-то примесями, этого бы не произошло. Одна из проверок на присутствие сахара. Мед никогда не горит. Значит, мед только плавится. Значит, по этому принципу мы, значит, набираем ложечку, Сложим его на бумажку. Такой небольшой кусочек. Сжигаем свечку. Я намазал здесь, видите, и с этой, и с той стороны. Значит, он должен плавиться, но не гореть. Видите, стекает каплями, ничего не горит. И нет запаха. То есть, вот когда сахар, вы знаете, вот такие барбаристки делают, это самое цыгане. Тогда такой барбаристовый запах здесь идет. Вот здесь вот в виде никакого запаха, просто чисто эта бумага здесь подгорела у нас. Вот, все стекает, все чудесненько. Значит, мед натуральный. В наглядности я вам покажу некачественный мед, когда бывает. Водички. То есть, делаем сироп сахарный. Добавляем туда сахар. Вот, в тепленькую водичку все-таки перемешиваем в однородную массу. Водяжем мед с сахаром. Проверка-то на сахар. Вот, вот, все полностью ветер растворилось. Нормально. Добавляем туда жидкого меда. Проверка-то на сахар. Добавляем наш мед. Опаньки. Ну, один к одному сделает. У нас получилось. Запах от медового не отличишь. То есть, на вкус также не отличишь. Очень сложно это все поймать. Это надо, я не знаю, кем быть, каким дегустатом. Но я, в принципе, вот определить и сам не могу. Теперь проведем эксперимент с нашим водяжным материалом. Ты обмакнул хорошенько. А дальше начинает гореть сахар. Видите, бульками какими. Запах такого барбариса. Трещит, все воняет и черный дым валит. Вот это бодяжный мед. То есть, этот мед разведен с сахаром. Ступим дальше к опытам. Мед бодяжит мукой, мелом. В основном, значит, бодяжный мед, получается, он более светлого цвета. Липовый мед подделать самое просто. То есть, здесь вот мука присутствует и мел. Они более осветляют. Вот такие, значит, товарищи, которые, значит, нечестным трудом зарабатывают деньги, значит, они вот покупают, значит, речичный мед. Почему? Потому что он более темный. Если добавить туда муку и мел, то он будет более светлый. И получится вот такое, может быть даже еще темнее. Чтобы проверить у нас наличие мела в меде. Мед заливаем сюда. Разбавляем его немножко водой. Хорошенько перемешиваем. И добавляем туда уксусную эссенцию или кислоту. В рюмочку. Вот, затем туда засыпаем мела. Хорошенько его перемешиваем. В виде никакой реакции нет. Ну, минут пять надо помешать. Мед посреди, в виде никакой реакции. Все, оно светленькое. То есть, мед нас-то не хлопьем, ничего нет. Мед настоящий, нормальный. Сейчас мы проверим, какой настоящий. То есть, добавим туда мел и посмотрим реакцию. Мед заливаем сюда. Разбавляем его немножко водой. Хорошенько перемешиваем. Начинаем бодяжить его. Добавляем туда ложечку мела. Хорошенько размешиваем. Вот он, видите, расслоился. Вот, и с этого цвета мы получили, видите, путем этого бодяжения с мелом, типа липового меда. Этот мед у нас, видите, вот такой вот имеет, а этот уже вот к липовому подходит. Вот, а если бы был гречичный мед, в принципе, там не здорово бы он и светлый бы был. Превратился неоднородная масса хлопьев. То есть, там присутствует мел, который мы добавили. Вот, аналогичным методом проверяется водяжение крахмалом и мукой. Мед растворяем в воде, размешиваем и добавляем туда капли 3 йода. Если этот раствор у нас посинеет, значит, там имеется присутствие крахмала. Я просто это не делаю, потому что у меня йода с собой нет. Итак, мы поняли, что мед могут бодяжить мукой, крахмалом или мелом. Далее мы проверим мед на созревание, то есть присутствия воды в нем много или мало. То есть, зрелый мед, он должен не слишком быть влажным, так можно сказать. Потому что пчелы крылышками его там вентилируют и вода испаряется. Берем обыкновенную здесь бумагу, туалетную или салфетку. И на эту, значит, бумажку ГБМ. Опаньки. Видите, он просто растекается. Так вот, наверное, хорошо будет. Он просто, видите, растекся, а по бокам никаких мокрых пятен нет. Видите, никаких мокрых пятен нет. То есть, это говорит о том, что мед этот зрелый, и по бокам никаких пятен мокрых нет. Видите, он разводов нет. Вот, а теперь я здесь плескану, у меня, значит, имеется этот раствор, который бодяжный. То есть, с сахаром, с крахмалом, бодяжный мед. И в нем, кажется, уже много воды. Вот, посмотрим реакцию. Ну, тут рядышком плескану. Опа. Видите, по краям сразу пошли пятна. То есть, разводы водяные. Это говорит о том, что это некачественный мед, и в нем много воды. На предмет зрелости меда можно проверить еще таким элементарным методом. Набираем его и выливаем. Видите, обычно стекает непрогранной струйкой. Это говорит о том, что мед зрелый. Ложится горочкой. Что понимается под зрелостью меда? То есть, чулы приносят нектар, он жидкий. Они его забивают сотый, затем, когда вечером это слышно, значит, они крылышками начинают вентилировать. И за счет этой вентиляции уносится вода. И мед становится определенной вязкости. Это называется мед созрел. Когда мед созрел, как они это дело понимают, пчелы, я не знаю. Вот когда мед созрел, они его запечатают воском. Мед готов к очень долгому хранению. Как я раньше говорил уже, в присутствии воды, то есть мед недозревший, мед может забродить. Но, соответственно, если мед некачественный, то есть, в нем много влаги, и он еще не созрел, то хорошего хозяина, если он забродит даже, он не пропадет. То есть, с него можно будет сделать медовуху, пиво, квас и другие напитки. И если это, конечно, настоящий мед, то, конечно, он принесет все равно пользу. Всем спасибо за внимание. Рад, если помог кому-то в моем скромном видео по выбору меда. Подписывайтесь на канал, делайте комментарии. Всего вам хорошего. Удачи!